Клуб 27 Клуб 27 Клуб 27 Клуб 27 Мы ждем тебя там. А теперь начнем. Поехали! Для начала скажем пару слов о вышеупомянутом Янг Трэпе. Буквально вчера в его сообществе в ВК появилось сообщение, что смерть 27-летнего рэпера не была вызвана передозировкой веществами. При этом никаких документов, экспертизы не опубликовали, а кто сейчас ведет паблик Трэпы тоже не ясно. Трэп умер 2 февраля. Как утверждалось все в том же сообществе, Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца. При этом пост о гибели артиста один раз поменялся, ведь в первоначальном варианте тоже была информация про передозировку, которую вчера поспешили опровергнуть. В общем, история вокруг кончины Трэзеня пока что выглядит туманной. Да и честно говоря, в сети пока не объявили ни дату похорон, ничего, либо еще. Что, конечно, вряд ли должно наводить на конспирологические мысли. Скорее всего, родные и близкие Трэпы просто не хотят предавать все это дело огласке. Нужно признать, для Клуба 27 подобные мутные истории не редкость. Вообще про Клуб 27 пел еще Федук. К слову, давний оппонент Янг Трэпа, который несмотря на все конфликты, все же выразил свое сожаление по поводу всей этой ситуации. Мог ли себе представить Федук, что спустя 4 года, его хитовый трек окажется пророческим по отношению к одному из своих самых главных оппонентов? Но как появился, что такое этот самый злополучный Клуб 27? Клуб 27 это обобщающее понятие, которым принято охватывать всех популярных музыкантов, которые скончались в возрасте 27 лет. Также в качестве одного из критериев вхождения в клуб считаются загадочные обстоятельства гибели, вроде несчастных случаев, отравления алкоголем или запрещенными веществами. Впервые о наличии Клуба 27 заговорили в начале 70-х, когда за относительно короткий промежуток времени из жизни ушло сразу несколько молодых исполнителей, в числе которых были Джим Моррисон, Джейнис Джоплин, Брайан Джонс и Джимми Хендрикс. Их объединяло две вещи. Во-первых, как несложно догадаться, им всем было 27 лет. Во-вторых, семьи музыкантов отказались признавать официально установленные причины смерти. Несмотря на то, что впервые о термине заговорили в 70-х, говорить о нем повсеместно стали лишь после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Тогда-то термин вышел из фанатских кругов и стал чем-то вроде имени нарицательного для группы музыкантов, ушедших слишком рано. Есть ли у этого явления научное объяснение? И да, и нет. С одной стороны, это элементарная причинно-следственная связь, поскольку почти все участники клуба 27 злоупотребляли алкоголем или запрещенными веществами. С другой же социологи утверждают, что есть и вполне себе обоснованная теория развития карьеры музыкантов, которая объясняет раннюю смертность. Как отмечал British Medical Journal, подавляющее большинство исполнителей становятся популярными в возрасте чуть старше 20, а через 5-7 лет, достигая успеха, приходят в стадию пика рискованного поведения, который и подталкивает их к саморазрушению. Не хочется, конечно, накликать беду, но даже в нашей индустрии вы можете вспомнить людей, которые откровенно страдают зависимостью от веществ или алкоголя. Например, с такой зависимостью активно борется иностранный агент Моргенштерн. Конечно, есть откровенно магические объяснения появления такого клуба. Лондонское астрологическое сообщество утверждает, что клуб 27 дело рук Сатурна, который раз в 28 лет совершает полный оборот вокруг Земли, чем символизирует конец цикла юности и начало зрелости. И далеко не все люди его переживают. Клуб 27 получил огромный отклик в музыкальной индустрии, так как многие певцы 27 лет или приближающиеся к этому возрасту начали бояться, что существует проклятие и что они могут оказаться следующими. Смерть четырех известных музыкантов при необычных и пугающе похожих обстоятельствах, включая их пристрастие к алкоголю и веществам, так называемое проклятие белой зажигалки и другие странные факты стали предвестником серии загадочных смертей в мире музыки. После того, как за период 71 по 94 погибло много менее известных музыкантов в возрасте 27 лет, многие решили, что проклятие потеряло силу и закончилось. Но когда в 94 году умер 27-летний Курт Камбейн, в музыкальной индустрии снова началось волнение, и многие фанатично верующие в проклятие знаменитых музыкантов заявили, что оно вернулось. И вот, спустя 17 лет, всемирно известная певица и композитор Эмми Уайнхаус стала его очередной жертвой. Первым членом клуба 27 стал Роберт Джонсон, жизни наследия которого стали мифологическими. Он оказал сильнейшее влияние на развитие рока, блюза и искусства игры на гитаре в целом. Одним из первых музыкантов, попавших в зал славы рок-н-ролла в 86 году. Считается, что Джонсон умер, будучи отравленным ревнивым мужем своей любовницы. Теперь давайте обратимся к российским рэперам, которые, к сожалению, пополнили списки этого страшного клуба. В 2020 году всех ошарошила новость о гибели артиста Мерда Килла. Оказывается, он тоже покинул нас в возрасте 27 лет. Согласно его паблику ВК, музыкант скончался от удушья, которое было вызвано употреблением алкоголя, антидепрессантов и транквилизаторов. Кроме того, отмечается, что у артиста была астма. Вот цитата из сообщества. «Официально, после трагической гибели матери в 2013 году, что произвело сильнейшее впечатление на него и отразилось на его творчестве, Максим употреблял антидепрессанты и транквилизаторы под присмотром врачей. Также Максим страдал астмой. Вообще, загадочного и таинственного в жизни Максима было много. Да и все его творчество выглядело очень пугающе и где-то даже ужасающе. В интервью он рассказывал о своих пристрастиях. Рэпер любил изучать биографии серийных убийц, а также рассуждать о призраках. Один из своих клипов он снял на кладбище, куда сам частенько ходил. Вот его цитата. «Клип Криппин снят на Введенском кладбище. Там очень красиво. Католическое кладбище от православного отличается монументальностью. Склепы, крипты, деревья высокие. Как и на всех кладбищах, там мягкая, скробно-печальная атмосфера. Когда совсем что-то обостряется у меня по ощущениям, я иду туда. Люди себя ведут очень сдержанно там. Это умиротворяет. Там нет школьников. Ты знаешь, что можно пойти, никто тебя не тронет лишними эмоциональными всплесками». Так что настроение творчества Мерда Килла трагически совпадает с настроением вокруг клуба 27. И тут и там полно мистики и какой-то вездесущей печали. Хотя, конечно, трудно себе представить, что можно как-то иначе воспринимать чью-либо гибель. Осенью прошлого года, в 27 лет, нас покинул артиста-баттл-рэпер Волки Ти. Трагедия произошла в Краснодаре. Его тело было найдено около многоэтажного дома. Ваня записал предсмертное видео, в котором сказал, что не готов убивать, не имеет права взять в руки оружие и стрелять в людей. Видео было посвящено, как вы сами понимаете, внешнеполитической ситуации. Он также напомнил, что выпустил альбом «Волк About Free» и предложил послушать какие-нибудь его треки, чтобы понять, каким он был человеком. Как и у Мёрды Киллы, у Волки Ти были проблемы ментального характера. Вот цитата из его интервью 18-го года. «Я полтора месяца провел в психбольнице. Там на таблетках сидел, общался с другими психами. Интересные люди, достаточно. И потом мама вернула меня в Краснодар, прилетела в Питер и забрала. В общем, обстоятельства сложились так, что я не знаю почему, по причинам какого-то расстройства личности. Может. А может мне было плохо, потому что меня увезли из Питера. Не знаю, я не до конца понимаю эту ситуацию. В больнице мне поставили диагноз «Мания какая-то плюс шизофрения». Но опять же, это всё не особо обосновано, потому что манию мне всё ещё в Питере поставили. Это я понимаю. Да. У меня реально была мания какая-то, наверное, величие, как говорят. И вообще, в целом, маниакальное расстройство. Сейчас уже, наверное, это не актуально, а потому что я абсолютно здоров, функционирую и работаю. В 2017 году появилось сообщение о смерти рэпера под псевдонимом Шот. До этого были сообщения о диабетической коме известного артиста, что уже случалось с ним и раньше. Но обычно из ком он выходил за сутки. А в этот раз не мог справиться трое суток и был подключён к аппарату вентиляции лёгких. Ну а на Западе одним из самых известных рэперов клуба 27 можно считать Фредо Сантану. Он умер в 2018 году, также в возрасте 27 лет. Фредо Сантану был двоюродным братом другого важного для Чикагской дрилл сцены артиста – Чиф Кифа. Он же занимался его лейблом Glory Boys Entertainment, будучи его сопрезидентом. Единственный альбом рэпера Trapping Ain't Dead вышел в 2013 году. В октябре 2017 года артист был отправлен в больницу. У него отказали печень и почка. В марте того же года его отвезли в больницу из-за сердечного приступа. А на сегодня у нас всё. Знаете ли вы кого-нибудь ещё из клуба 27? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!